В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шилаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Военная выправка и строевой шаг. Саровская дивизия готовится к праздничному параду. Связь поколений в союзе детских организаций «Сияющие звезды» начался прием в пионеры. Лекарь по неволе, премьера на сцене Саровского драматического театра. Далее расскажем обо всем подробно. Они прошли через все ужасы войны, став живыми свидетелями того страшного времени. На фронте и в тылу, с оружием в руках, у станков и в полях каждый как мог приближал долгожданную победу. Мир, в котором мы живем, заслуга тех людей, кто в годы Великой Отечественной войны, забывая про страх и боль, отдавали свое здоровье и свои жизни. День Победы – праздник, который они подарили всем нам, но именно они – участники и ветераны войны, труженики тыла, дети войны, жители блокадного Ленинграда и узники концлагерей – главные герои этого великого праздника. И все слова поздравлений и благодарности в этот день только для них. Услышать истории военных лет из первых уст – особая честь и привилегия, которая пока еще нам доступна. Поэтому каждый год сотрудники галереи цветов делают букеты для участников и ветеранов Великой Отечественной, для тружеников тыла. Часть отвозят в ветеранские организации, отдельные букеты вручают лично. Для них это еще один повод прийти в гости и услышать воспоминания тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Каждый год мы поздравляем наших ветеранов с Днем Победы. Мы выражаем им свою благодарность за мирное небо над головой. Желаем им здоровья, также мы их помним, любим, ценим, уважаем. Низкий им поклон. Спасибо. В канун Дня Победы со словами поздравления и благодарности ко всем участникам и ветеранам войны на своем округе приходит и депутат Андрей Клич. С грустью отмечает, с каждым годом адресов в списке все меньше. Все меньше в живых остается свидетелей той войны. И тем ценнее и важнее каждый из них. Это, конечно, для меня очень трогательно. И, к сожалению, сегодня уже не получилось прийти к двум участникам Великой Отечественной войны, к которым в прошлом году я попал. Это, на самом деле, даже для меня огромная честь, что я сумел пообщаться с такими великими людьми, которые отстаивали нашу независимую страну. На пиджаке Николая Николаевича Власова едва-едва хватает места для всех орденов и медалей. Уйдя молодым юношей на фронт, он прошел почти через всю войну, был не единожды ранен и комиссован в 44-м. Николай Николаевич вспоминает, как участвовал в боях и выполнял особое сложное задание. Так однажды ему необходимо было доставить важнейшие документы на Сталинградский тракторный завод, который в годы войны был одним из первых переоборудованных под производство танков. Приходилось добираться мимо немцев и при этом оставаться незамеченным. В одном месте нельзя было лететь. И вниз спустился, и двое суток был под землею. Ждал. На второй день открыл, слышу тихо. И ночью я тут выпылась и с этими документами пошел на Сталинградский тракторный завод. Алексею Никифоровичу Кипкало было 14, когда в его края пришла война. Он жил в Полтавской области, и на его глазах самолеты бомбили проходящие мимо поезда. Часто во время бомбежек было страшно, но никто не сомневался в победе. Эта вера и помогала выстоять. Помню то ужасное время Алексей Никифорович всю жизнь посвятил обеспечению безопасности нашей страны, став одним из тех, кто ковал наш ядерный щит. Он принимал участие в ядерных испытаниях, в том числе и в первом подводном ядерном взрыве на Новой Земле 21 сентября 1955 года. Мы на берегу километров 12 смотрели утром. Все, конечно, думали, что сейчас вот это нас положит. Ну, а там небольшая все-таки. Страшненько, конечно, но красиво очень. Зинаида Михайловна Курбакова встретила войну еще со всем ребенком. Ей было всего 12. 15 месяцев юная Зина провела в оккупированной немцами деревне Александровке, что в Орловской области. Со слезами Зинаида Васильевна рассказывает, как немцы, пытаясь сломить воли русского народа, на глазах всей деревни расстреливали и пытали особо непокорных. Воздушные бои с утра и до ночи, танковые сражения, бомбежки. Зинаида Михайловна говорит, что порой было страшно настолько, что хотелось умереть. Ну, настолько страшно. Мы вот сидели и думали, ну, хотя бы попала побыстрее бомба и убила уже просто нервы, не хватало, чтобы вот все это пережить. Стоны раненых, мертвые тела. Говорить об этом больно, но еще страшнее забыть. Поэтому Зинаида Васильевна со всеми делится своими воспоминаниями. И добавляет, даже в самые тяжелые моменты никто не терял веры в победу. И когда она долгожданная пришла, счастью и радости не было предела. Вышли в белых платках с фартуками новыми. Все пошли под ручку к школе. И у школы там митинг был. Все плясали, танцевали, плакали, обнимались. Ой, там, что было, вот эти эмоции никогда больше не повторились. 6 мая православный мир отмечает День Георгия Победоносца. В нашей стране почитание этого святого приобрело особое значение. Сидящий верхом на коне и поражающий змеи, он запечатлен в центре герба российского государства. В нашем городе есть часовня, названная в честь великомученика. В этом году на ней установили икону с изображением святого. Свято-Георгиевская часовня появилась в нашем городе в 2009 году. Построить её решили в одном из живописных мест нашего города, возле пруда в Балыково. В 2010 году часовню осветил митрополит Нижегородский Арзамаский Георгий. Регулярные летние молебны начали проводить в 2012. А сегодня часовня обрела свою первую икону – святого великомученика Георгия Победоносца. Святой, можно сказать, который своим подвигом, своим мученичеством положил начало конца язычества в Римской империи. Проэтерей Сергий Скузоваткин совершил первый в этом году молебен святому Георгию. После чего осветил мозаичную икону, которая теперь украшает вход в часовню. Икона была изготовлена по печеньям семьи православных прихожан. Вдохновила их на ее создание паломничества в Израиль на родину святого. Эта икона проделала путь от Волгодонска до Сарова. Она была сделана именно на специализированном предприятии из мозаичной иконы, из смальты. И вот она появилась у нас в часовне благодаря стараниям Валерия Николаевича Байкова. А чтобы ее выдрузить, это тоже дело хлопотное, здесь доброе дело помог сделать Саров инвест. Для жителей нашего города Свято-Георгиевская часовня имеет особое значение. Здесь всегда поминают воинов, которые погибли во времена Великой Отечественной войны. И если присмотреться, то на стенах часовни можно увидеть памятные доски с именами 500 погибших земляков, призванных из деревень, расположенных на протяжке Филипповки и Балыковья. Департамент городского хозяйства настоятельно рекомендует горожанам не прикармливать бездомных животных. Такое поведение влечет за собой рост популяции носителей и опасных заболеваний. Кроме того, размножение бродячих собак, которые могут создавать угрозу для жителей города. О местах стихийного прикорма бездомных животных рекомендуется сообщать в управляющую компанию, в ведении которой находится конкретный дом или двор. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Ветераны Великой Отечественной войны из России и стран Прибалтики получат по 10 тысяч рублей к 73-й годовщине Победы. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. Указ о единовременной выплате 6 мая подписал президент России Владимир Путин. Денежные средства участники Великой Отечественной войны из России, Латвии, Эстонии и Литвы получат в мае-июне этого года. Саровская теплосетевая компания сообщает, что в связи с проведением гидравлических испытаний 14 мая в некоторых домах на улицах Академика Харитона и Зернова, переулке Северном и в поселке Итера временно отключат горячую воду. 15 мая горячую воду отключат в Новом районе и на проспекте Музруково. В Сарове продолжается традиционная ежегодная акция «Георгиевская ленточка». 9 мая символ Великой Победы будут раздавать с 8 утра на площадке перед зданием городской администрации. Традиционно 9 мая по улицам города торжественным шествием пройдут военнослужащие Саровской дивизии и Министерство чрезвычайных ситуаций. Готовиться к параду начинают за несколько недель, оттачивая не только строевой шаг, но и внешний вид каждого из 170 участников шествия. На одной из репетиций парада побывала и наша съемочная группа. Вытянувшись вместе со всеми во фрунт, в женской парадной коробке свое место заняла и ефрейтор Анна Вещунина. Еще полгода назад она работала стоматологом и парад видела только со стороны. И вот, 6 месяцев службы в Росгвардии и она уже участник торжественного шествия на 9 мая. Это было приглашение и я согласилась. То есть был вопрос о замене, там возможно какие-то такие рядовые не устоятся, но нет. Я настояла, потому что это большая честь участвовать в параде, не каждому это дано. Одно из самых почетных мест парада – знаменная группа. Попасть туда непросто. Капитану Антону Болоткину повезло. В этом году он понесет боевое знамя Саровской дивизии. Нести боевое знамя – это очень большая честь. Кандидаты вверх выбираются как по боевой, так и по политической подготовке, ну и также по физическим параметрам, то есть необходим рост, телосложение. Самое сложное в параде, по словам самих военнослужащих, это держать равнине в строю при повороте. Не сбиться с шага и не сломать строй. На строевом плацу оттачивают каждое движение, доводя его до автоматизма. У нас репетиции начинаются с апреля месяца. То есть с самого начала апреля мы формируем парадные расчеты, то есть подбираем там по ранжиру, расставляем их, проверяем форму одежды. И с апреля месяца, ну в первой половине, наверное, два раза в неделю, во второй половине по три раза в неделю, то есть в понедельце до пятницы мы проводим данные тренировки. Праздничное шествие войск Национальной гвардии 9 мая по традиции начнется в 9 утра. Увидеть военную выправку военнослужащих Росгвардии может каждый желающий. Для этого надо просто прийти на парад. Полную афишу праздничных мероприятий можно увидеть на нашем канале YouTube по адресу канал 16 телевидения Носоровки. Этим ребятам нет еще и 10 лет, но они уже сделали свой первый важный и ответственный выбор. У мемориала Вечного огня собрались те, кому совсем скоро предстоит вступить в ряды союза детских организаций «Сияющие звезды». Торжественный митинг посвятили Дню Победы. К делам, на платы Родины, добру и справедливости, будь готов! Семена готова! Именно с этого девиза начинается знакомство с коллективно-творческими делами, изучение истории знамени, освоение профессии гарниста и барабанщика. С этого лозунга начинается вся пионерская жизнь. Пионер – это значит первый. В этой организации вы многому научитесь. Вы научитесь, самое главное, действовать вместе, сообщая. Найдете, я надеюсь, очень много друзей. Вступление в пионеры – важный и ответственный шаг в жизни маленьких соровчан. Поддержать ребят в их решении и повязать им красный галстук пришли не только старшие наставники, но и представители администрации, департамент образования и, конечно, ветераны. Запомните, в жизни человека бывают замечательные дни. Так вот, это один из дней, когда вы повяжете пионерский галстук. Этот день вы запомните на всю жизнь. В этом году в ряды пионеров вступило более 400 малышей из 12 пионерских и детских организаций города. Все ребята надолго запомнят этот день, потому что это их первый осознанный выбор. Запомнилось то, что нам повязывали галстук, потому что мы становились пионерами, и теперь мы тоже можем помогать. Пионер – это тот человек, который говорит только правду, помогает ветеранам и устраивает акции. Я решила стать пионером, потому что для меня это большая честь, ведь я тоже хочу идти по той же дороге, что и многие пионеры-герои. Также на митинге ребята почтили память тех, кто сражался за нас в Великую Отечественную войну, и возложили цветы к Вечному огню. Классическая комедия положений в новом прочтении. В Саровском драматическом театре поставили спектакль по произведению Жанна Батиста Мольера «Лекарь по неволе». В основе сюжета – история веселого, беззаботного героя, который по воле обстоятельств притворяется доктором и отправляется в дом богатого сеньора, чтобы вылечить его дочь от странного недуга. Режиссер Эдуард Шахов предложил современную и местами даже неожиданную трактовку пьесы, написанную в середине 17 века. Прозвенел третий звонок, а это значит, что через считанные минуты в зале погаснет свет и начнется спектакль. Но в новой постановке по произведению Мольера «Лекарь по неволе» режиссер решает приоткрыть завесу тайны и показать то, что обычно скрыто от глаз простого смертного. Да и герои спектакля появляются вовсе не из-за кулис, как привык зритель. И после яркого начала на сцене разворачиваются нешуточные страсти. Да кажется, сама судьба меня наставляет отомстить моему прощелыге! Минимальное количество декораций, яркие костюмы, отсылающие к эпохе Мольера и центральное звено художественного оформления сцены на сцене. Автор комедии писал пьесы для площадных театров. Именно поэтому на сцене Саровского драматического попытались воссоздать тот антураж, в котором эта пьеса игралась в 17 веке. Классика – это возможность работы с лучшим, что есть. Получилась такая тема не только комедийной линии, как у Мольера, например. Захотелось вдруг и в комедии поискать что-то иное, другое, кроме смеха, кроме какого-то веселого настроения. То есть, какие-то глубинные моменты. Новый спектакль уже успел вызвать резонанс среди любителей театра. Одни говорят о вольности и чрезмерной смелости в постановке некоторых сцен. Другие видят новый театр и попытку смахнуть пыль с произведением многовековой давности. Это сегодняшний день. Это сегодняшний день, это время сегодняшнее. И структура пьесы, ее жанровая природа, ее легкость, ее такая, скажем так, свобода в проявлениях, некая такая, скажем так, в хорошем смысле это слово, такая возможность подурачиться. Очередная премьера спектакля «Лекарь по неволе» пройдет 11 мая, начало в 6 вечера. Сразу после выпуска новостей смотрите наш спецпроект «Лица Победы». Из первых уст вы услышите истории тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте srov24.ru. В студии работала Лидия Шилаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.